Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президент. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить за представленную возможность принять участие в столь значительной конференции в онкологическом сообществе. Тема моего доклада звучит следующим образом. Плюс собственный опыт применения при оральных цитостатиках. И, наверное, когда я начинала готовиться к этому докладу, я подумала, что именно для пероральных препаратов, скорее всего, больше подходит слово ренессанс, а не эволюция, потому что, по большому счету, на мой взгляд, на сегодняшний день пероральные цитостатики для лечения метастатического рака молочной железы переживают второе рождение. Уже неоднократно говорилось, что к метастатическому раку молочной железы на сегодняшний день мы относимся как к хроническому заболеванию. Понимаем, что пациент все равно погибнет от этого заболевания, если не от другого. Но наша основная задача – подобрать адекватную терапию, на фоне которой пациент сможет достаточно долго вести адекватную жизнь. Какие мы цели преследуем, назначая терапию этим пациентам? Ну, прежде всего, улучшение качества жизни за счет еще и управляемой токсичности, помимо уменьшения проявления болезни. Контроль симптомов болезни, увеличение интервалов между рецидивами заболевания и продление жизни пациента – это, безусловно, главное. Что касается амбулаторного противопухового лечения, речь пойдет только о пароральных препаратах. Я бы хотела вашему вниманию предложить голосование, чтобы узнать ваше мнение по следующему вопросу. Назначили бы вы пациентам с гормонопозитивным хронегативным раком молочной железы метастатическим монотерапию, пароральными цитостатиками в амбулаторных условиях в качестве первой линии лекарственного лечения? Если да, то кому? Пациентам, ранее получившим мотивантное лечение при отсутствии показаний гормонотерапии, пациенту с висцеральным кризом больше либо равно единице, либо пациенту старше 60 лет. Я согласна, что не очень однозначно поставлен вопрос, но, скажем, из всех, кому бы отдали предпочтение. Но на самом деле получается, что примерно одинаковое количество в аудитории дает предпочтение пациентам, которые ранее получали лечение и не имеют показаний гормонотерапии, либо пациентам с висцеральным кризом. Я позволю пока не комментировать эту ситуацию, а продолжить дальше. Какой арсенал противоопухолепироральных средств мы на сегодняшний день имеем? Достаточно большой на самом деле. Это и гормональные препараты, и таргетные препараты. Но я говорю только о цитостатике. Когда пионером в этой области является капитстабин, который был зарегистрирован еще в 1986 году, и последний препарат, который был зарегистрирован, это новельбин в 2005 году. Препарат с простой судьбой, только с третьей попытки он вошел в наш арсенал благодаря модификации формы его выпуска. Какие преимущества ожидаемы при назначении пароральных противоопухолепрепаратов? Ну, прежде всего, безусловно, это легкость применения и возможность модификации дозы. Очень немаловажный фактор – это отсутствие необходимости периферического или центрального венозного доступа. Все мы сейчас говорим о развитии стационарно-замещающих технологий, об экономии денежных средств в связи с этим, что тоже позволяет сделать пароральные цитостатики. И, на мой взгляд, одно из самых важных преимуществ этого метода лечения – это комфортное состояние пациентки в домашних условиях. Это подтверждает несколько исследований, которые показали, что желание пациентки получать пароральные цитостатики в большинстве случаев связано с отсутствием необходимости госпитализации и отрыва от жизни. Следующее исследование тоже показало, что пациенты предпочитают пароральный прием цитостатика внутривенному за счет сохранения своего качества жизни. Но при этом, что немаловажно, пациенты всегда говорят о том, что если при этом не издеряется эффективность лечения. А говоря о новельбине, о чем я буду говорить дальше, мы говорим о том, что три исследования показали, что эффективность пароральной внутривенной формы длина рельбина абсолютно идентична по своей эффективности и по профилю токсичности. Но у каждой медали есть две стороны, в том числе и пароральный цитостатика, безусловно, это обратная сторона есть, потому что мы всегда должны быть в одной связке с пациентом, но здесь особенно. Почему? Потому что пациент сам должен соблюдать режим дозирования препарата. Поэтому у него должны быть обязательно на руках медицинские документы, где очень четко, понятно, для пациента все расписано, что, в каком количестве, когда ему делать, какие условия при медикации соблюдать. Следующий немаловажный фактор – это соблюдение правил хранения лекарственных препаратов и необходимость постоянного контакта с лечащим врачом. Ну, это всем понятные постулаты на сегодняшний день лечения метастатического рака молочной железы. Из всего мне бы хотелось опять-таки остановиться на последнем постулате, где написано, что химиотерапия проводится длительно до прогрессирования и непереносимой токсичности. На мой взгляд, это опять-таки повод повернуть голову в сторону пароральных цитостатиков, которые позволяют это сделать. Из всех многочисленных рекомендаций по лечению метастатического рака молочной железы я взяла рекомендации РУСПА последние 19-го года, где отражены неантрациклинсодержащие и не токсонсодержащие режимы лечения. Их здесь 12, и обратите внимание, 4 из них – это режим с использованием пароральных цитостатиков. Поскольку спонсором доклада является компания Перфар, безусловно, я буду больше говорить о новельбине, но при этом мы четко должны понимать, что это относится практически ко всем пароральным цитостатикам. Венолельбина – это алкалоид барвинка розова. Это такой милый розовый цветочек, который прорастает в Юго-Восточной Азии. Как я уже сказала, относится к группе венколколоида второго поколения, отличаясь от первого своей химической структурой. Механизм действия – это влияние на фазу G2 и M. Мишень – это методические трубочки. И цель, безусловно, это гибель опухолевой клетки в фазу последующего метоза. Выпускается в России в виде капсул 20-30 мг, что делает очень удобным дозирование. Обратите внимание, температура хранения препарата от 2 до 8 градусов – это то, о чем я говорил. Пациент должен четко понимать, где и как надо хранить препарат. Какие точки приложения прорального навельбина для лечения этой группы пациентов? А вот практически получается, что этих пациентов можно лечить во всех трех наиболее значимых подгруппах. Это индолентный, агрессивный метастатический рак и HR2-позитивный рак молочной железы. Если мы говорим об индолентном раке молочной железы, тут и самая большая когорта пациентов, я не буду останавливаться в столь уважаемой аудитории на подробностях этой группы, это всем понятно. И посмотрите, это метаанализ исследований больше 350 пациентов, которые показали, что частота общего ответа на терапию в монорежиме навельбином таких пациентов составляет от 25 до 40%. Ну и соответственно рекомендация. Следующее исследование, но не столь многочисленное, это сравнительное исследование в первой линии проведения терапии еженедельного навельбина и еженедельного поклитоксела. При анализе результата вполне споставимые данные по общей выживаемости и времени без прогрессирования, но при этом мы сами прекрасно понимаем, что значит еженедельное введение поклитоксела при медикации, свинепунция или постановка порта, и что такое пароральный прием препарата. Я очень извиняюсь, вот этот слайд почему-то не изменился, там уже было и BC5, но в принципе по большому счету ничего не изменилось, я не стала его удалять уже увидев, что он есть, потому что опять-таки тут все известные постелаты, но обратите внимание, внизу написано, что капецитабин и венеральбин являются подходящим вариантом, в частности, если пациент желает избежать алописы. То есть мы все время говорим о том, что мы должны обсуждать с пациентами их пожелания, и если врач не видит конфликта между ожидаемой эффективностью лечения пожеланий пациента, то пожелания пациента всегда должны учитываться. Сейчас будут несколько слайдов, которые просто будут показывать, что новелюбин в первой линии терапии по своей эффективности не уступает другим цитостатикам, которые, на мой взгляд, кажутся всем нам более привычны. Посмотрите, по этому исследованию, это АСКО 2003 год, абстракт был, у него преимущество даже на доцитокселом, по меньшей мере, у этого автора. Еще одно исследование, которое показало очень высокую, большую эффективность новельбина при локализации в первую очередь, не висцеральных метастазов, но, тем не менее, сопоставимо с другими цитостатиками при локализации висцеральных органов. Диана выживаемостью 18 месяцев, почти 2 года. И что касается личного опыта. На самом деле, это не первое сообщение по пароральной терапии. И раньше, когда я готовила клинические случаи, акцент делала на, может быть, отсутствие какого-то выраженного объективного эффекта, что это стабилизация процесса, но длительный эффект. В этой презентации я чуть-чуть сметила акценты. Это пациенты, которые достаточно недавно получают терапию, но есть какой-то эффект. Итак, пациентка 1953 года рождения по поводу первой стадии рака левой молочной железы в 2012 году было выполнено хирургическое комплексное лечение. Гистологически это оберсение ассоциированный люминальный Б по типу опухоли. Затем пациентка начала с удевантной целью принимать моксифен в стандартной дозировке. И эта терапия продолжалась 32 месяца. На этом фоне зарегистрировано прогрессирование болезни в виде метастатического поражения скелета, патологического перелома второго поясничного позвонка. Ей было в 2015 году выполнено ляминоктомия, проведен паллиативный курс лучевой терапии с целью снятия болевого синдрома. И дальше тут отпечатка это 36 месяцев. С 2015 по 2018 год она получает вторую линию гормонотерапии анастрозолом изолендроновую кислоту. Максимальный эффект лечения, стабилизация процесса. Но спустя почти 3 года появляются новые костные очаги и очаг в левом легком. И пациентка начинает терапию гормональной третьей линии в стандартном режиме получает флавестрант. Но, к сожалению, на тот момент возможности назначения CDK-ингибиторов у нас не было. Терапия длится 9 месяцев. На этом фоне резкое улучшение клиническое у пациентки. При обследовании появление метастаза в печени, причем достаточно крупного метастаза. Биопсия этого образования показала, что это опять-таки иллюминальный B по типу опухоли. И в качестве терапии первой линии пациентки назначили новельбин и возобновили терапию ингибиторами костной резорбции. Она начала получать денозумаб. На следующем слайде можно увидеть эффект. Эффект лечения был оценен через 14 недель приема новельбина. Очаг в печени был чуть больше 100 мм, стал 60. И при этом, что немаловажно, если мы вернемся к этому слайду, то помимо того, что мы получили частично объективный ответ, еще значительно улучшилось качество жизни пациентки. Но тут я, конечно, не берусь судить. Может быть, за счет того, что возобновилась терапия ингизиумаба, у нее уменьшились боли в костях. Потому что, в принципе, со стороны печени болевого синдрома нарушения транссобинанса не было. И вот после демонстрации этого случая я бы хотела еще раз спросить у зала, кому бы назначили или не назначили они монотерапию пароральными цитостатиками. Поехали. Поехали. Все понятно. Спасибо. Ну вот на самом деле, вот если бы я отвечала на этот вопрос, я бы ответила цифрой да. Потому что пациенты с висцеральным кризом, мы сейчас будем говорить дальше, возраст – это, в общем-то, такое очень относительное понятие, не характеризующее те или иные критерии назначения лечения. Но с тем, что вообще бы они назначили, но я бы уже не согласилась. Хотя, если бы вы у меня спросили два года назад, наверное, я бы тоже сомневалась, скажу честно. Следующая когорта пациентов – это пациенты с агрессивным HR2-негативным раком молочной железы. И если ссылаться на доказательную базу, то есть достаточно много исследований, безусловно, они не новые, поскольку я уже говорила, что, скорее всего, это ренессанс, который показывает, что частота общего ответа на терапию пироральным новильбином в комбинации с капицитабином составляет от 23 до 61%, причем, заметьте, безусловно, вероятность ответа на лечение выше, если это первая линия лечения. Я не сказала, что когда мы говорим об агрессивном течении заболевания, то, безусловно, мы говорим о комбинации цитостатиков, в данном случае двух пироральных цитостатиков, фенорильбин и капицитабин, которые наиболее удачны. Следующее исследование достаточно большое, 115 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет. После терапии антрациклинсодержащей в качестве первой или второй линии назначался фенорильбин и капицитабин. Тоже посмотрите, бедя на времени без прогрессирования более 10 месяцев, общая выживаемость порядка 18 месяцев. На данном слайде отражены графические данные многих исследований, клинических, рандомизированных и нет, где сравнивается эффективность навильбина внутривенного и капсула в комбинации с капицитабином. Желтая это капсула, синие внутривенные. То есть опять-таки возвращаемся к тому, что эффективность этих двух форм препарата абсолютно идентична. Вот это тоже исследование, которое заставляет подумать о том, чем нам все-таки лечить наших пациентов, насколько токсично. Это сравнительная эффективность комбинации капицитабина с навильбином и токсансодержащих схем лечения. Вы видите, что по некоторым параметрам, в частности медиана общей выживаемости, навильбин с капицитабином даже выигрывает. Идентичное исследование, где уже сравнивался навильбин с капицитабином, с гемцитабином, с токсанами, с паклитокселом и доцитокселом. Медиана выживаемости 30, 29 клинически незначимо, но абсолютно сопоставимо. Это то же самое, только в графическом изображении. И что опять-таки собственного опыта. Интересно, достаточно пациентка, молодая, 89-го года рождения, впервые обратилась к нам в клинику в 2014 году. Верифицирован местно распространенный рак молочной железы. Но затем пациентка принимает решение не лечиться. Лечится нетрадиционными методами и появляется у нас уже спустя 3 года. В результате рестазирования это 4-я стадия заболевания с мощным поражением с костей скелета. Лечение начинается в феврале 2019 года с транспедикулярной фенсации. Выполнена повторная биопсия. Подтвержден опять лиминальный апотип опухоли, такой же, как это было в 2014 году. И начинается первая линия терапии. Золодекс, тромоксифен и денозумаб. Получая в течение 9 месяцев, по результатам обследования, объемное образование в яичниках мы видим, намечается тенденция к клинической прогрессированию местно. И с пациенткой мы принимаем решение, что необходимо выполнить хирургическое лечение. Выполняется лапароскопическая одноксотомия, аваректомия. И выявляется метастатическое поражение яичников и труб. Прогрессирование местно. И не знаю, насколько мы были правы, но начали химиотерапию. Потому что нам показалось, что начинается бурное прогрессирование. При этом пациентка чувствовала себя абсолютно нормально. Мы провели лечение еженедельным поклитоксилом в течение 7 месяцев. Из-за осложнения имело место нейропатия, максимальная эффект стабилизации. И дальше пациентка была переведена на поддерживающую гормонотерапию экземистана. На фоне 6-месячной терапии появились очаги в печени, увеличение объема поражения грудной стенки, переход опухоли на левую молочную железу. Надо сказать, что каждый раз, когда эта пациентка прогрессировала, мы брали у нее биопсию и каждый раз подтверждали люминальный апотип опухоли. Дальше мы решили вернуться к гормонотерапии, поскольку химиотерапия не имела большого эффекта. И начали стандартную на сегодняшний день терапию фазлодекс-полбациклип. Но вот, к сожалению, при всей моей большой любви к CDK 4,6-мингибиторам, это тот случай, когда они оказались неэффективны. И через 4 месяца данной терапии пациентка пришла к нам с гиперпрогрессированием, с поражением практически всей передней грудной стенки, с двухсторонним плевритом, перикардитом, появлением новых очагов в печени и костях. И здесь, опять-таки, по согласованию с пациенткой, как уже понятно из анализ, она была очень непроста, она принимает решение, что она хочет лечиться в домашних условиях. И мы назначаем терапию на вельбин-капицитабин. Терапию пациентка получает с августа по сегодняшний день. Эффект мы оценивали спустя, получается, 6 недель начала приема комбинации двух пароральных цитостатиков. То есть это была выраженная клиническая положительная динамика. И по результату компьютерной томографии пациентке выполнялась только плевральная пункция с эвакуацией жидкости справа. И то не было полностью эвакуировано. Фонетерапия у нее полностью регрессировал плеврит слева, уменьшилось количество жидкости вправо плевральной полости, уменьшился объем поражения печени и мягкие ткани молочных желез. Следующая группа пациентов – это ХР2-позитивные пациенты. Уже Пёс Владимирович великолепно нам рассказал, что нам надо делать с этими пациентами. И мы видим, что возможна комбинация пероральных цитостатиков капицитабина и венорельбина с растузумабом. Те рекомендации, о которых уже было сказано, что капицитабин и венорельбин являются великолепными партнерами для назначения как одного тростузумаба, так и двойной блокады спиртузумаба. Результаты исследований применения тростузумаба с венорельбином говорят сами за себя. Общий ответ до 85%. Аналогичная схема, подтверждающая эффективность перорального навельбина по сравнению с внутривенным комбинацией с растузумабом. И вот это скандинавское исследование хернато, достаточно неплохо, на мой взгляд, продуманное и сделано, которое показало эффективность комбинации на венорельбин и тростузумаб по сравнению такой же комбинации с доцитакселом. Смотрите, пожалуйста, медиана выживаемости почти 39 месяцев против 35,5. Время без прогрессирования больше, медиана до неудачи лечения тоже больше. Это одно из немногих исследований, которое показало эффективность комбинации вопотениба с венорельбином. И опять-таки наш опыт, пациентка 62-го года рождения с заболеванием левой молочной железы Т3Н2М0, ей было проведено стандартное лечение 4 антрациклин, содержащих 4 токсан, содержащих предоперационных циклов лечения в комбинации с растузумабом. Выполнена радикальная секторальная резекция. Полного патоморфоза выявлено не было при гистологическом исследовании, была карцинома инситу. И дальше пациентка получала демантную терапию с растузумабом до августа 2018 года. Гистологически это был бы не ассоциированный херпозитивный гормононегативный процесс. Сразу скажу, что на момент проведения первичного лечения пациентка от лучевой терапии отказалась. В течение 7 месяцев она находилась на динамическом наблюдении. И затем был выявлен рецидив в области левомолочной железы, мягкой ткани грудной стенки, поражение подмышечных и парастернальных лимфоузлов. В качестве терапии первой линии ей был назначен пароралин и вельбин и двойная антихерп-комбинация тростузумаба с притузумабом в стандартных дозировках. Через 7 месяцев лечения мы получили полный клиникорингологический эффект. К сожалению, мне не удалось, пациентка не привезла результаты ПЭТ-КТ. То есть данных никаких нет. На самом деле сейчас у нас стоит вопрос, что же мы будем дальше делать с этой пациенткой, какому методу лечения ее подвергать дальше. И буквально несколько слов о метрономной химиотерапии. Это, безусловно, тот вид лечения, где пароральные цитостатики стоят номером один. Метрономная терапия является альтернативой стандартной, может использоваться в поддерживающем лечении. И, на мой взгляд, почему сейчас опять-таки ренессанс пароральных цитостатиков? Потому что очень много помыслов, идей, исследований, комбинаций их с иммунотерапевтическими препаратами. Эффекты метрономной терапии всем хорошо известны. Они полностью отличаются от эффектов стандартной цитостатической терапии. И вот то количество исследований, которое было посвящено метрономной терапии с использованием циклофосфана, капицитабина, венорельбина, в монорежиме, в двух-трехкомпонентной комбинации, говорит о том, что на самом деле до сегодняшнего дня это будоражит умы. И говоря все-таки о перспективах пароральных цитостатиков, мне хочется сказать, что, еще раз сказать о том, что эти препараты эффективны как в монотерапии, так и в комбинации между собой и различными другими видами цитостатического лечения, позволяют обеспечить более высокое качество жизни пациентов, снижают затраты на лечение, снижают риск осложнений, связанные с венепункцией, и позволяют сохранить привычный образ жизни пациентов. Во всех рекомендациях данная схема лечения рекомендована. Благодарю вас за внимание. Вот эта картинка, она снята на территории компании Пьерфабор, как бы снималась просто, но потом мне показалась такой очень символичной. Зелень, солнце, лавочка, ну вообще вообще нет, что все будет хорошо. Благодарю за внимание.